Всем привет! Новое видео на канале GadgetMoney. Сегодня я расскажу, какие айфоны, рефы не нужно ни в коем случае покупать. Итак, это новое видео. Я начинаю. Поехали! Вечерело, вечер четверга. Собственно, позвонил человек, типа, вот так и так айфон. Я говорю, ну окей, давай посмотрим. Собственно, ну, сразу видно было, что человек избавляется от телефона. Ну, а я думаю, а почему нет? Это интересный контент, и непосредственно поехал с ним навстречу. Встретились, он мне показал айфон, вот он у меня в руке. Разбит дисплей, подтеки на экране, шестерка на 64 гига. Ну и, собственно, начал я ее проверять, имейка по имейке. В общем, реф по внешнему виду стопроцентный, разбитый экран, но это полбеды. Самое интересное, что он японец и, скорее всего, залочен на оператора и работает только с некоторыми сим-картами. Но цена решала все. 2000 рублей за айфон 6, работающий со сканером отпечатка пальцев, убитый в хламину. Но имеется возможность рассказать вам, что такие айфоны не надо покупать. Или покупать только ради фана. В общем-то, смотрите, давайте я сейчас переключусь, картинка, наверное, будет другой. И я более подробно и в красках покажу вам, как выглядит вот такой вот айфончик восстановленный, японец. Скорее всего, AT&T Japan. Короче, вообще там полный фарш. Именно всех, так скажем так, всех нюансов, когда реально не надо такие телефоны покупать. Их потом пытаются впарить на рынке, на Авито, на Юле, на всяких барраколках в виде нормальных телефонов. Вот, собственно, краткий обзор телефона. Так он выглядит, он работоспособный. Начинаешь вставлять карту не Теледва и не Айоты, он, собственно, сбивается в активацию. Но у меня есть такие прикольные штуки, о которых я вам рассказывал, которые, может быть, могут мне помочь. Либо какие-то другие комбинации. Также я обязательно вскрою этот телефон для того, чтобы показать вам внутренности. Здесь рабочий Touch ID, потому что, допустим, сейчас полностью рабочая трубка. Естественно, батарейка здесь в хламину убитая. То есть, жертвы ради того, чтобы, финансовая я имею в виду жертвы, ради того, чтобы вам рассказать вот о таких айфонах. Непосредственно я зашел в свой iCloud. Но в большей степени хочется рассказать, предостеречь вас именно от таких попадалов при покупке. Итак, друзья, с момента последнего включения прошло практически неделя, 6 дней, 5, 5 дней. И после того, как я купил айфон 6 REF, который вы видели в самом начале, ровно через ночь, практически через 12 часов, я думал, что я сдохну. Потому что у меня начались острые почечные колики, и я экстренно попал вот в это заведение. Это наша Петрозаводская больница скорой медицинской помощи. И, в общем, камни в почках у меня по всему видимому были. И сейчас, друзья, как это ни странно, я буду просить вас о милости, о жалости. И сейчас очень сложно, как бы, что-то говорить. Здоровье должно наладиться, все должно быть хорошо. Но я вас прошу поддержки и максимальный репостинг этого видео. Это даст мне сил, надежды, терпения вынести все эти мучительные боли и все это мучительное страдание. Про айфон сейчас я немножко дорасскажу, но будет целая серия видео, потому что я на следующий день буквально собирался его разобрать, на, соответственно, посмотреть, что там и как. Но в процессе вот этих нескольких дней я выяснил про него очень много полезной, как мне кажется, для вас информации. Может быть, многие из вас столкнутся или сталкивались с таким, или что сделать так, чтобы, ну, как это проверить, чтобы не столкнуться. Продолжаем. Да, это жестко. Вот он передо мной, этот айфон REF. Я вам уже его показывал в начале видео. В более в таком ракурсе сейчас покажу. То есть здесь явно дисплей под замену. Корпус вроде ничего себе, но у него очень много подводных камней. Купил я его, понимал, на какие риски я шел. Купил я его за недорого, как вы могли слышать в самом начале. Но сейчас снимаю на Honor 10. В большом сравнении с айфоном 10 все сказали, что он фотографирует и снимает лучше. Но что-то он вообще не хочет никак фокус ловить. Вот так вот. В общем-то, друзья, смотрите. В общем и целом у айфона много подводных камней. В частности, в этот айфон вшита сим-карта R-SIM, которая разблокирует по оператору. Но в какой-то момент, видать, анлок этот слетел. И, соответственно, он сейчас не видит сим-карты российские. Я пробовал МТС и специально купил Теле2. И для того, чтобы сказать точный диагноз этому айфону, нужно его разбирать. Что я буду делать, соответственно, на днях. Ну а пока, в общем и целом, друзья, остерегайтесь покупок вот таких вот айфонов даже за недорого. Потому что, если вы не готовы, скажем так, ловить геморрой, ловить страдания по пользованию таким телефоном. Во-первых, у него ужасно работает нестабильная батарейка. Хотя показывает стопроцентную емкость не в плане заряда, а стопроцентную жизнь аккумулятора. Во-вторых, у него проблемы, соответственно, сети. У него лопнут дисплей и даже те деньги, которые он стоит. То есть, его сейчас можно использовать как айпод, подключать к айфаю, как бы слушать музыку. Да, не вопрос, это все работает. Но, опять же, подумайте 200 тысяч раз перед тем, как приобрести такое устройство. Смотрите, какая его ждет судьба. Соответственно, я его буду разбирать. Я буду смотреть, где в материнской плате припаяно вот это как раз-таки чип. Китайский чип. Потому что у меня есть свои чипы, как бы, ну, точно такие же. Но они конфликтуют в работе, когда впаян внутри и есть через сим лоток встроенный второй чип. Соответственно, расскажу более подробно, что такое лок на оператора, какие бывают проблемные операторы, какие бывают проблемные смартфоны в этом плане. Очень жесткий реф, который не стоит покупать, но стоит о таких моментах рассказывать, чтобы вы об этом знали. Поддержите меня лайком. Соответственно, здесь и сканер пальца работает, как бы, и, ну, в общем, все работает. Айфон в этом плане, как бы, молодец. Почему нет? Плюс рассказать вам что-то очень интересное. От вас прошу лайков, репостинга и всего того, что вы можете сделать в качестве поддержки меня. Потому что мне сейчас на самом деле очень тяжело. У меня были очень сильные боли и достаточно серьезные заболевания. Поэтому, друзья, давайте репостинг, релайкинг вот на основе больницы скорой медицинской помощи. Спасибо всем. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Есть чат в Телеграме. Все полезные ссылки, где и как купить хорошие айфоны, в том числе восстановленные, из Китая, будут в описании под этим видео. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok